Привет, я Анна Немалякина, в эфире программа Дайджест на портале Москва Баку. Сейчас расскажем самые интересные новости из мира культуры, шоу-бизнеса и не только, которые произошли в России и Азербайджане за эту неделю, сегодня в нашем выпуске. Азербайджанский мыслитель в Москве. Фестиваль имени великого поэта на семи прошел в российской столице. Мистический обряд Челдака и купание вулкане. Чем закончились приключения ведущих программы Орел и Решка в Баку. И новогодние подарки от Эмина. Певец объявил накануне Нового года благотворительный конкурс для подписчиков. Обо всем подробнее расскажем далее. В Москве состоялось открытие фестиваля поэзии искусства и духовности великого азербайджанского поэта и мыслителя Сида и Мадедина, который творил под псевдонимом Насими. Поэт жил в 14 и 15 веках, писал на персидском, арабском и азербайджанском языках. Его газели и рубаи известны во всем мире. Стоит отметить, что первый фестиваль Насими прошел в октябре в Баку, а в Россию фестиваль привезла вице-президент фонда Гидар Алиева Лейла Алиева. В российской столице фестиваль прошел на площадках главных вузов России в МГИМО и ИСАА – Института стран Африки и Азии МГУ. В МГИМО по случаю старта фестиваля был открыт блюст великому азербайджанскому поэту Насими. Вице-президент фонда Гидар Алиева Лейла Алиева прокомментировала Москва-Баку открытие фестиваля. В музее фестиваля возникло неожиданно и совпали все даты. То есть это, наверное, какая-то миссия, которую мы все выполняем. И сегодня то, что этот блюст открыт здесь, это на самом деле так приятно. Мы бесконечно благодарны этому. Но Насими он человек мира. По словам Лейлы Алиевой, фестиваль поэзии, искусства и духовности азербайджанского поэза Насими будет проходить в Азербайджане и в России и может стать ежегодным. Другим ярким культурным событием этой недели в Москве, которая также открыла Лейла Алиева, стала выставка «Семь красавиц» во Всероссийском музее декоративного и прикладного искусства. Выставка организована фондом Гидара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским музеем Ковра при поддержке посольства Азербайджанской республики в России. Концепция выставки «Семь красавиц» выстраивается вокруг поэмы азербайджанского поэта Низами Гиндживи и одноименного балета советского и азербайджанского композитора Кара Караева, чье столетие со дня рождения в этом году отмечают в Азербайджане и в России. Экспозиция «Семь красавиц» – это уникальный синтез разных направлений искусства Азербайджана. Главным мотивом этих направлений стали «Семь красавиц». На выставке зритель погружается в легенду о семи красавицах Ишахе-Бахраме. На выставке представлены древние азербайджанские миниатюры, национальные ковры, невероятной красоты старинные женские ювелирные изделия Азербайджана. Например, посетители выставки могут полюбоваться уникальным азербайджанским головным украшением XIX века. Здесь же представлены видеоотрывки из балета Кара Караева. Выставка «Семь красавиц» продлится в Москве до 3 февраля 2019 года. «Семь красавиц» «Семь красавиц» Мы показываем здесь «Семь красавиц» Здесь и произведения современного искусства, и шедевры из музея Ковра, из музея музыкальной культуры. Очень много здесь мультимедийных проектов. Так что выставка очень яркая, красочная, и я думаю, что она вызовет большой интерес. И вообще сценография очень интересная, ты как будто попадаешь в такое театрализованное пространство. Аналитическое агентство Турстат опубликовало самые интересные телевизионные программы и шоу, популярные у российских туристов. В первую пятерку самых интересных телешоу о путешествиях вошли «Поедем, поедим» на НТВ, «Орел и решка» и «Еда, я люблю тебя» на канале «Пятница» и «Непутевые заметки» на Первом канале. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности программ и отзывов в интернете. На минувшей неделе на телеканале «Пятница» вышел новый выпуск программы «Орел и решка» с Настей Ивлеевой и Евсеем Ковалевым. Популярное шоу не было в Азербайджане пять лет, и после долгого перерыва ведущие показали новые места столицы. Побывали в самых популярных ресторанах города – горной деревне Лагич и заповеднике Габустан. Евсей проверил на себе мистический обряд «Челдаку» местной бабушки. Этот обряд призван, чтобы изгнать страхи и зажимы из человеческого тела при помощи горящей материи, которые касаются нервных окончаний на теле. А вот Настя проявила смелость и нырнула в грязевой вулкан. Напомню, что в Баку в разные годы уже проходили съемки программы «Орел и решка», «Орел и решка назад в СССР» и «Орел и решка шоппинг». На нашем информационном портале «Москва.Баку» продолжается проект «Москва.Баку.ТВ. Прямой эфир». Гостями в нашей студии становятся известные люди – деятели культуры и шоу-бизнеса, общественные деятели, политики, спортсмены. В прямом эфире «Москва.Баку.ТВ» они рассказывают ведущей и Нелисовской о том, что важно и интересно нашим зрителям в России и Азербайджане. На минувшей неделе нашу студию посетил директор Московского театра «Сатиры» Мамед Агаев. Он рассказал о сегодняшней жизни театра, работе с театральными звездами, а также о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который недавно наградил Мамеда Агаева Орденом Дружбы. Портал «Москва.Баку» в новом цикле программ расскажет о местах столицы, существование которых было бы невозможно без инициативы азербайджанцев. В необычном трехэтажном доме в восточном стиле, который спрятан в одном из дворов Замоскворечия, сейчас находится татарский культурный центр. В начале 20 века это здание построил азербайджанский нефтепромышленник Ага Шамси Асадулаев. Предприниматель решил открыть здесь первую в Москве светскую школу для мусульманских детей. Здание по адресу Малый Татарский дом 8 до сих пор называют домом Асадулаева. Немногие знают, что постройка этого здания стала возможна из-за любовной истории. Богинец Асадулаев влюбился в русскую девушку Марию. Все подробности вы можете прочитать, а также посмотреть на нашем сайте и на нашем канале в ютубе. Певица Кэти Тапурия на минувшей неделе объявила о расставании с рэпером Гуфом. Молодые люди довольно долго не афишировали свой роман. Почти год назад фанаты заподозрили пару в романтических отношениях и совместном отдыхе в Таиланде. Но на тот момент певица была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. А в сеть попали фотографии Кэти и Гуфы с отдыха. Но певица никак не комментировала ни фото, ни отношения, ни развод. Лишь недавно артисты выложили в сеть совместные фотографии, чем и подтвердили свой роман. А на минувшей неделе в прессе вспыхнул скандал из-за того, что телеграм-канал Пушка опубликовал эксклюзивные фото и видео с новой девушкой рэпера. 18-летняя Яна из Екатеринбурга подтвердила их связь и предъявила доказательства. По словам девушки, Гуф сам предложил ей провести время вместе. А в интервью с МИ певица Кэти Тапурия подтвердила, что больше не общается с рэпером и ничего не знает. Напомню, что Кэти Тапурия, солистка группы А-студио, этим летом посетила Жарум в Баку и приняла участие в нескольких концертах фестиваля. Один из них был посвящен юбилею Валерии. Также Кэти Тапурия перепела хит «Любови Успенской карусель». А сейчас расскажем коротко о том, что еще интересного произошло в России и Азербайджане. С января по октябрь значительно увеличилось количество туристов, приехавших в Азербайджан из стран Азии и Ближнего Востока. Из стран Ближнего Востока приехало 330 тысяч туристов. Больше всего туристов, которые посетили Азербайджан, приехали из Саудовской Аравии, Израиля и Кувейта. В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы «Кероглу» у Зира Гаджибили, посвященный 90-летию азербайджанского и российского художника Таира Салахова. Таир Салахов является художником-постановщиком оперы «Кероглу» – жемчужиной национального оперного искусства Азербайджана. Британская телекомпания BBC составила список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира. В этот список попала и представительница Азербайджана – 16-летняя Рейхан Джамалова. Школьница является основательницей компании Raynergy, которая занимается выработкой энергии из дождевой воды. Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес недавно предстала в одном из костюмов новой коллекции азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, который проживает в США. Также одежду азербайджанского дизайнера носит и другая популярная певица Бейонсе. На минувшей неделе в Азербайджане вспоминали народного артиста, лауреата Госпремии СССР и Азербайджана, известного кинорежиссера и оператора Расима Аджагова, которому 22 ноября исполнилось бы 85 лет. Зрители до сих пор помнят и любят его фильмы «День рождения», «Допрос», «Тахмина», «Семь дней после убийства», «В одном южном городе» и другие. Легенды мирового балета и Большого театра художественный руководитель русского балета Вячеслав Гордеев в эксклюзивном интервью «Москва-Баку» рассказал об азербайджанцах в русском балете, а также своих впечатлениях от Баку. И почему из современных звезд сцены в основном знают только Волочкову и Цискоридзе, которые к сцене имеют весьма отдаленное отношение, а также Вячеслав Гордеев рассказал, как в телевидении разделил людей на медийных и остальных. Интервью с Вячеславом Гордеевым вы можете прочитать на нашем портале, ссылка в описании под этим видео. Имин приготовил для своих поклонников новогодний подарок, но это не просто подарок, он связан с благотворительностью и фондом Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Чтобы принять участие в розыгрыше приза, нужно сделать пожертвование. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Подари жизнь», а победителям певец подарит два билета на свой концерт, познакомится лично и даст возможность увидеть за кулисой его шоу, которое пройдет в Москве 10 и 11 декабря, а также оплатит поездку и отель. На Первом канале на этой неделе вышел сериал «Желтый глаз тигра». Одну из главных ролей в сериале исполнила актриса Катерина Шпица. В интервью «Москва-Баку» артистка рассказала о том, что хотела бы увидеть, как изменился Баку. Кстати, в одном из интервью нашему порталу, которое Екатерина дала пару лет назад, она рассказывала, что в 2011 году приезжала в Баку. В это время актриса была беременна сыном Германом, а ее муж Константин Адаев работал постановщиком трюков в картине Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой» 1919, которая на тот момент снималась в Азербайджане. Катерина жила на берегу моря и успела узнать город всего за пять дней, но этого ей оказалось мало, поэтому она непременно хочет вернуться в столицу Азербайджана. Рита Крон – голос и актриса Московского театра «Гоголь-Центр». Рита служит в театре, пишет песни, дает концерты, воспитывает дочь Арию и является участницей популярного музыкального шоу «Голос. Перезакуска». Недавно Рита Крон вернулась из Баку, где проходил театральный фестиваль «МАП». Актеры «Гоголь-Центр» представили зрителям спектакль «Кому на Руси жить хорошо». В беседе с корреспондентом «Москва-Баку» она рассказала о поездке на гастроли в Баку с маленькой дочерью и работе на проекте «Голос» Сергеем Шнуровым. На сегодня это все. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Москва-Баку» на YouTube, чтобы получать новые интервью со звездами, репортажи с кинопремьер и не только. Также все интервью и новости читайте на нашем портале. Ссылка в описании. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok